Вы сказали, что боялись смерти, будучи на самом дне. Где было это дно? Это было 1 ноября 2017 года, а потом День Благодарения того же года. Давайте поговорим, поговорим об этом мрачном времени. Давайте поговорим о сексуальных обвинениях против вас, которые повлекли вашу отмену со стороны, ну, всего мира за последние 7 лет. Лично я бы хотел понять грехи, что плохого вы сделали и что плохого вы не сделали. Вдобавок, я должен подчеркнуть, что то, что я стремлюсь сделать, проявить уважение к правовому процессу и к презумпции невиновности, чего массовая машина истерии интернета и кликбейт-журналистика не делают. Вот как мне все понимается. Против вас были возбуждены уголовные и гражданские дела, включая и то, с которого все началось, когда Энтони Рэп подал иск на 40 миллионов долларов. В этих судах вас оправдали, признали невиновным и неответственным. Это так? Да. Я думаю, это очень важно, опять же, с точки зрения правового процесса. И я много читал и много смотрел, готовясь к этому, по этому вопросу. Включая, конечно же, недавнее подробное интервью, которое вы дали Дэну Вутону и потом Элисон Пирсон из «Телеграф». Все они посвящены этой теме, и там вы в подробностях ответили на множественные обвинения. Если людям интересны подробности, они могут их послушать. Итак, исходя из этого и всего, что я изучил, как я понимаю, вы никогда не препятствовали кому-либо уйти при их желании. В сексуальном контексте, например, блокируя дверь, это так? Все правильно, да. Вы всегда уважали, когда человек говорил «нет». Опять же, в сексуальном контексте, это так? Все правильно. Вы никогда не совершали действий сексуального плана в отношении несовершеннолетних, верно? Никогда. И также, как это иногда делается в Голливуде, позвольте спросить это. Вы никогда открыто не предлагали карьерный рост в обмен на сексуальные услуги, верно? Верно. Что вы делали в плане плохого поведения? Что самое худшее? И как часто вы это делали? Я слышал, и теперь все чаще слышу, что у каждого есть история о Кевине Спейси. И это говорит мне о том, что я приставал ко многим парням. Как часто вы переходили черту, и что это значило для вас? Я много дурачился, делал много всего, что тогда казалось игривым и веселым, но с тех пор я понял, что нет. И мне пришлось признать, что я перешел некоторые границы, сделал несколько неправильных вещей и совершил несколько ошибок, и это осталось в прошлом. Я имею в виду, что последние семь лет я усердно трудился над тем, чтобы провести необходимые разговоры, выслушать людей, понять вещи с другой точки зрения, чем та, что была у меня, и сказать, что я никогда больше не буду так себя вести до конца своей жизни. Чтобы уточнить, я думаю, что вы часто слишком настойчивы в флирте. И это проявляется по-разному, но чтобы было ясно, вы никогда и никому не препятствовали уйти, если они того хотели. Вы всегда воспринимали категорическое «нет» от людей как ответ «нет, хватит». Вы воспринимали это как ответ. Никогда не вступали в сексуальную связь с несовершеннолетними, и вы никогда открыто не предлагали обменять сексуальные услуги на продвижение по карьере. Это лишь некоторые обвинения, которые были выдвинуты, и неоднократно в суде доказали свою несостоятельность. Но сексуальная жизнь у меня была... Я влюблялся, я настолько восхищался людьми, что я... Хочу сказать, что я большой романтик. Я настолько романтичная натура, что есть целая часть меня, о которой не говорили, которую не обсуждали. Но это тот, кого я знаю. Я знаю этого человека. Было очень неприятно слышать, что говорили некоторые люди, что я... В моей натуре нет ни капли агрессии. Но слышать, что люди описывают вещи как что-то очень агрессивное, невероятно сложно для меня. И я глубоко сожалею, если я когда-либо кого-то обидел или как-то кому-то причинил боль. Это разрушает меня. И мне нужно очень стараться, чтобы показать и доказать, что я усвоил, я выучил урок, и я никогда, никогда, никогда не буду вести себя как тогда. Из всего, что я видел с вами в публичной плоскости, люди любят вас. Коллеги любят вас, товарищи по цеху любят вас. Присутствует кокетливость. Другое слово для этого — химия. У вас с людьми, с которыми вы работаете, есть химия. И, кстати, я не умоляю своей ответственности на то, что я сделал неправильно, когда я ошибся и перешел черту, нарушив границы. Все это я принимаю. Но я вращаюсь в индустрии, в которой флиртуют, привлекают внимание. Люди встречаются на работе и в итоге женятся и заводят детей. В общем, это пространство и место, где эти понятия семьи, эти понятия притяжения, эти понятия... Это всегда сложно, когда встречаешь кого-то на работе и начинаешь чувствовать взаимное притяжение. Надо держать это в уме. И особенно нужно помнить, что вы никого не хотите заставить чувствовать, что их работа под угрозой, или что вы их как-то накажете, если они больше не захотят быть с вами. Так что это важные вещи, которые нужно просто признать. Еще одна сложность, как я убедился, в том, что есть огромное количество актеров, смотрящих на вас. Огромное количество людей в индустрии заглядываются на вас и любят вас. Из документального фильма я увидел, что многие просто любят быть рядом с вами, учиться у вас тому, что значит великий театр, великий фильм, великая история. И это добавляет сложности. Я бы не сказал, что это динамика власти, как в отношениях начальник-подчиненный. Это динамика восхищения, которую легко упустить из виду и легко воспользоваться. Вы это понимаете? Да. К тому же я понимаю, что есть люди, которые, встретив меня и проведя со мной незначительное время, уже решили, что я теперь стану их наставником. А потом начали себя вести так, что я и понятия не имел, что они либо принимали участие, либо флиртовали, либо поощряли меня, не давая мне понять, что в конечном итоге они чего-то от меня ждут. Так что это о взаимоотношениях, речь о двух людях. Речь о том, что люди принимают решения, делают выбор, и я признаю свою ответственность в этом. Но есть целый ряд вещей, в которых меня обвиняли, и которых попросту не было. И я не могу сказать, и не думаю, что было бы правильным говорить, ну, я, знаете, все, в чем меня когда-либо обвиняли, неправда, потому что мы теперь доказали, что это не так, и никогда так не было. Но я вполне готов признать, что я вел себя полностью неправильно, и что так было нельзя. И я сожалею об этом. Я думаю, это вдобавок говорит о темной стороне славы. У меня сложилось впечатление, что есть люди, возможно, много людей, которые пытаются подружиться с вами, чтобы получить роли и продвинуться по карьерной лестнице. Так что не вы используете их, а они пытаются использовать вас. Каково это? Как узнать, нравишься ли ты кому-то за то, что ты Кевин? Или нравишься за... Вы сказали, что вы романтик, что вы видите человека, и мелькает «он мне нравится». А вы, похоже, нравитесь ему. Как узнать, что это по-настоящему? Ну, до некоторой степени я бы сказал, что я доверял своим инстинктам и чаще всего оказывался прав. Но, очевидно, за последние годы, не только с теми, кто меня обвинял, но и с людьми в моей индустрии, знаете, я осознал, что... Я думал, у нас дружба, но, полагаю, все было поверхностным и не тем, чем я думал. Но, послушайте, не стоит этому удивляться. Я также должен сказать, что вы только что сказали, что мир меня отменил. Я должен с вами не согласиться. Я должен не согласиться, потому что семь лет меня останавливают люди. Порою каждый день, порою по нескольку раз в день. И разговоры, которые я веду с людьми, проявляемые ими щедро, раздемонстрируемая доброта и непомерное желание знать, когда я вернусь к работе, говорят мне, что, хотя может и есть громкое меньшинство, но есть и тихое большинство. Предавали ли вас в индустрии? В жизни? Я полагаю, предательство — это слово с глубоким смыслом. Но, думаю, если вас предают, то только те, кто действительно вас знает. Я могу сказать, что меня не предавали. Красиво сказано. За те моменты, когда вы переходили черту, вы берете ответственность за свои ошибки? Да. Извиняетесь ли вы перед теми, кого могли эмоционально задеть? Да. И я говорил со многими из них. Лично? Да, лично. Де должны приноситься извинения. Смогли ли они начать, наконец, прощать? Безусловно. Некоторые самые трогательные разговоры состоялись, когда я был полон решимости взять ответственность, и они были с теми людьми, кто сказал огромное спасибо. Думаю, что теперь я смогу вас простить. Будь возможность поговорить с Кевином Спейси 30-40 лет назад. Что бы вы ему посоветовали изменить в жизни? И как бы это сделали? Каков был бы подход? Вы были бы вежливы или влепили пощечину? Если бы я вернулся так далеко, то, скорее всего, бы нашел способ, чтобы не так сильно беспокоиться о раскрытии своей ориентации, и не скрывал бы это так долго. Думаю, это было связано во многом с путаницей и во многом с недоверием как моим, так и других людей. Большую часть своей жизни вы скрывали от общественности, что вы гей. Что оказалось самым тяжелым в сокрытии своих предпочтений? Что я не нашел подходящего момента для ознаменования, чтобы поделиться этим. Это должно быть тяготит вас быть неспособным полностью ознаменовать любовь. Знаете, Иэн МакКедлен сказал, после 40, он сделал Камин Аут в 49. 27 лет он был профессиональным актером, при этом скрываясь. И он сказал, что чувствовал, как будто это было как прожить часть своей жизни, будучи нечестным. И что он ощутил, что это повлияло на его работу, сделавший Камин Аут, ведь не было чувства, что нужно что-то скрывать. И я безоговорочно верю, что мой опыт был и будет таким. Я сожалею, каким вышел мой Камин Аут, но я... Мы с Иэном уже обсудили это, и я уже решил совершить Камин Аут. Так что это не было так, как будто меня заставили. Это было мое решение, и, к слову, вопреки совету Иэна. Я сделал то заявление, и он сожалеет, что я так поступил. Да, вы сделали заявление, когда выдвинули первое обвинение, которое могло бы быть одним из худших постов в социальных сетях всех времен. Так что... Это как два в одно. Давай, не сдерживайся. Скажи мне, что ты реально думаешь. В первой части вы как бы косвенно признали, что сделали что-то плохое, но чего, как позже оказалось, никогда не было, что и было доказано. Это была ложь. Нет, я... Я по сути сказал, что не помню того, что этот человек, Энтони Рэпп, утверждал, было 31 год назад. Я этого не помню. Но если это и было, если этот неловкий момент случился, то должен извиниться перед ним. Так я сказал. И потом я сказал, что раз уж я здесь, то, пожалуй, признаюсь. И знаете, это точно было не самой лучшей вечеринкой камин-аута. Я это признаю. Но общественность это восприняла, первую часть этого. Во-первых, вторая часть — это ужасный камин-аут. Мы все согласны. А первая часть — с общественной точки зрения. Они видят там вину. Что тоже трагично, по крайней мере, это конкретное обвинение, оно очень драматичное, это иск на 40 миллионов долларов, это серьезное дело. И свидетельство несовершеннолетнего было признано ложным. Но вы смешиваете две вещи. До 2020-го судебный процесс не начинался, а в суд дело попало лишь в 2022-м. Вернемся к 2017-му году, когда это было всего лишь обвинением в журнале «Базфит». Смотрите. Я был загнан в угол. Когда кто-то говорит, «Ты был так пьян, что не помнишь, что такое было», то какая твоя первая реакция? Первая — это сказать, что этот человек лжет, или твоя первая реакция — сказать, что? Я был? Что? 31 год назад на вечеринке, которой я не помню. Очевидно, что после этого было много расследований, в результате которых мы смогли доказать в суде, что такого никогда не было. Но в тот момент я как бы был связан и не мог сопротивляться. Ты должен быть добрым. Ты не можешь. Я думаю, что даже сейчас для меня это звучит неправильно. Но я не знаю, что бы я мог сказать такого, что удовлетворило бы кого-либо. Хорошо. Но это почти убедительное объяснение для наихудшего поста в социальных сетях всех времен. Я почти принимаю это. Я действительно удивлен. Полагаю, вы не читали много постов, ведь я не могу поверить, что это действительно худший. Он восхитительно плох. Вот насколько плох этот пост для соцсетей. Как вы уже сказали, Лиам Нисон и Шерон Стоун недавно поддержали вас, говоря о вашем характере. Многие люди, которые знают вас, и некоторых из них я знаю, кто работал с вами в частном порядке, выражают вам поддержку, но боятся высказаться публично. Что скажете? Лично для меня это попросту грустно, потому что, возможно, такова природа индустрии, что это сложно сделать, но я надеюсь, что в мире будет чуть больше смелости. Я не думаю, что дело в индустрии, скорее время такое. Думаю, мы живем в такое время, и люди очень боятся. Значит, боятся. Некий общий, общий страх. Нет, они буквально боятся, что их отменят, если они заступятся за того, кого отменили. И я думаю, это... Вы знаете, в истории мы такое неоднократно наблюдали. Это происходит не в первый раз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok